Задолженность по заработной плате в республике сократилась более чем на 150 миллионов. Такие данные озвучили в Доме правительства. Какие меры будут предприняты для погашения текущих долгов перед работниками? Этот вопрос обсудили члены трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. За прошедшие полгода список предприятий должников сократился до 20. Просрочка перед работниками превышает 100 миллионов. Здесь учитываются предприятия, которые официально отчитываются перед органами статистики, а также те предприятия, которые выявляются в ходе поступления жалоб и поступления оперативной информации в инспекцию по труду. Сумма задолженности уменьшилась на 186 миллионов рублей. Долги перед работниками копятся по разным причинам. Большинство предприятий жалуются на снижение производственных объемов и просроченные платежи от заказчиков. Здесь предприятие работает нормально, да, там, то есть ее как таковое не должно быть, наверное, в первую очередь. Эти задолженности, вот эти сложные, они сформировались, скорее всего, за несколько лет, были убыточные работы. Существенные убытки за последние годы потерпел и Бресенский водоканал. Чтобы выбраться из долговой ямы, здесь намерены пересмотреть тарифы и распродать часть имущества. Предприятием ведется претензионная исковая работа. На сегодня поданы исковые заявления всем юридическим лицам. Также поданы заявления на вынесение судебного приказа должникам за пользование холодным водоснабжением и вывоз ТБО в мировой участок номер один и Бресенского района. По прогнозам регионального Минтруда, долги по заработной плате к концу года сократятся на треть. Сложнее всего обстоят дела предприятий, которые находятся в стадии банкротства. Как правило, конкурсные процедуры затягиваются. Немало вопросов вызывает ситуация вокруг Чуваш-Автодора. В правительстве конкурсных управляющих обязали представить конкретные графики покошения долгов. Те, кто срывает сроки, будут освобождены от занимаемой должности. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.